добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут якоб файн нахожусь я в южной флориде соединенные штаты америки сегодня 21 марта двадцать четвертого года у нас 9 утра а у вас сколько прямой эфир прямой стрим поэтому пожалуйста если вы меня слышите вживую прям сейчас прильнули к своим телефоном айпэдом компьютером представьтесь пожалуйста начните как вас зовут из какого города вы меня слушаете на этом канале очень простая простое правило 100 лайков получают видео я записываю следующий если вам хочется поделитесь своей ссылочкой на это видео со своими приятелями друзьями и вообще близлежащими людьми можете писать мне понравилось это видео можете писать мне не понравилось это видео но обязательно ссылочку на это видео поместите куда ничем или просто email отправьте у вас есть хоть email в двадцать первом веке о чем сегодня будем говорить наступает праздник это первая тема в эти выходные вторая тема из таких больших будет что изменится продажа покупки домов квартир штатах уже в этом июле причем повлияет на всех кто проверил покупая но еще какие-то небольшие темы будут ну плюс самое главное это ответы на ваши комментарии особенно те которые оставили в живую вот прямо as we speak вот сейчас сергей пишет доброго утра яков макси и пишет добрейший денек яков выходите в гости к соседям или они к вам не дали как вчера я был в гостях у соседей и они к нам приходят да является ли это характерным нет это не является характерным скажем нью-йорке я не хожу в гости к соседям и никогда соседи к нам не приходили здесь так получилось что у нас очень много людей которые имеют схожие корни что и я вы знаете какой у меня корень и прожили здесь много лет иммигранты из снг люди все практически все добились здесь очень многого работали много а теперь enjoy it life заслуженно заслуженно enjoy it life и мы конечно с ними общаемся и с удовольствием и ходим друг другу в гости так пишет роман швиц доброго дня яков энджоимся львова привет львову дальше пишет нам леся якова витаю у нас 15 годин а скільки хвилин чого вы не пишете бо в нас уже 9 годин и 4 хвилини а у вас есть четыре хвилини чиньи оки-доки давайте посмотрим ваши комментарии которые вы оставили вчера пока вы собираетесь с мыслями так давайте сейчас я его и вам же что же покажу чё-то я вам не показываю так тут идет какое-то обсуждение фронт фронтовой линии сколько надо людей дель торо пишет выбор путина не отражает настроение граждан страны вероятно дель торо из россии есть многочисленные видео свидетельства фальсификации днем в наглую вбрасывают под покровом ночи перекидывать бюллетни от кандидатов не не действительные путину считают одно количество блюдня протокол пишут другое на некоторых у и к стопроцентная явка была и все сто процентов за путина это самые фальсифицированные выборы даже в сравнении с ссср это повсеместно даже за рубежом было новая газета важная история опубликовали первый отчет на эту тему за путин легко бросили десятки миллионов голосов да он в да он выиграл бы и так но уже не со всенародной поддержкой и даже может быть не в первом туре а это другой ton of voice вопрос а что же тогда граждане не снесут его как на майдане то чего некоторые украинцы не способны понять потому что живут другой стране где есть хоть какая-то демократия конкуренция снесли бы януковича если снесли бы янукович если в ссу и все силовики страны выступили на стороне янукович нет но этого быть не могло и не было в россии это данность выжженное поле сожалению сидим как беларуси что-то пытаемся что-то еще осталось но больше ждем смерти диктатора и поражение на поле боя или поражение на поле боя понимаете с этим поражением на поле боя вот всем что вы сидите я понимаю что обыкновенный россиянин который даже не поддерживает не может особо ничего изменить в россии так собака просится ко мне извините дайте идти или не идти вот такой у нас чудный песик вот ну одним словом такой был комментарий и конечно вы можете сидеть и ждать пока что-то изменится но я просто хочу напомнить пока вы ждете как что-то изменится россия уничтожает украину бомбит стреляет убивает то есть sb speak сейчас наверняка кто-то погиб в украине сегодня ночью была мощная атака правда сбивали все к чертовой матери даже баллистические ракеты всем атаковали киев в частности с разных сторон и киевскую область и по-моему убитых нет это тоже какое-то еще и чудо ну то есть если такая данность у вас в стране в россии так я вас с этим поздравляю живите как как хотите что вам сказать как можете скорее даже так идем дальше скор пишет чтобы европа встала на военные рельсы и начала присылать оружие надо чтобы европы были доступны и дешевые нефть и газ уголь стали избыточное производство электроэнергии прочие компоненты где все этого нет вот тут я с вами не согласен чтобы европа встала на военные рельсы и начала присылать оружие достаточно для того чтобы европа почувствовала что им приходит пипец или писец как вам больше нравится все европа живет небогато но спокойно и красиво небогато по сравнению с америкой скажем так но спокойнее чем в америке пока еще пока еще полностью иммигранты в европе не заменили коренное население пока они живут спокойно живут спокойно на красивых на красивых горах долинах виноградники травка зеленеет коровки ходят овечки тоже ходят все очень красиво и великолепно все туристы приезжают рестораны работают и так далее это все можно могут они потерять и по похоже что сейчас они начинают это чувство то есть сначала не боялись ничего прошло два года и теперь они уже забоялись забоялись и этого достаточно для того чтобы начать потихоньку переводить свою экономику не переводить свою экономику на военные рельсы в европе а просто подсуетиться и что-то выпустить и так далее вот такие вот такой мой ответ на ваш комментарий дальше дальше если еще что-нибудь интересное и нет больше интересного ничего и либо нет либо оставлен был комментарий человеком у которого уродливая уродливый ник user one two three four five six seven таких комментарий я не хочу читать у вас нет нет желания пошевелить пальцами и изменить свое имя на ютюбе на youtube канале то у меня нет желания читать ваши комментарии владимир кожаев пишет привет яков допустим президент шарла бирует на очень непопулярный законопроект депутаты не хотят их потом никогда не выберут или хуже как будет выходить из какой ситуации ситуации бывают очень разные поэтому мне трудно ответить на этот вопрос депутаты всегда варьируют и и колеблются между тем что они хотят действительно сказать и между тем что им полезно говорить есть много механизм которые из-за которых то или иное решение будет болтаться туда-сюда туда-сюда между депутатами президентом сенаторами и так далее вот посмотрите вчера допустим верховный совет сказал верховный совет какой верховный суд supreme court соединенных штатов америки сказал техас имеет право защищать себя и те козлы душные которые пролазят сквозь через перерезая колючую проволоку их можно даже арестовать и вы понимаете верховный суд сказал можно тут же пошла апелляция в какой-то там суд пятого округа апелляционный суд пятого округа уже заблокировали уже приостановили то что сказал верховный суд хотя мы же знаем что верховный суд соединенных штатов самый гуманный суд в мире но так то есть разные варианты как как заблокировать задержать не пропустить или наоборот бегомот пишет а я снова ракета летала летала и усилки и взлетилась мне сказали что их всех чертовой матери уничтожили конечно были какие-то обломки осколки падали но по крайней мере выступы украина выступила хорошо макси и пишет сравнение путину съех с януковичем некорректно я наклужали руку все европейские лидеры выборы были признаны иностранные наблюдатели и тогда более того янек пошел в итоге на уступки майдану алекс пирл здоровье сахой замы хай яков из азерс промышлен лице он привет израиль давайте поговорим о еврейских делах раз пришел к нам алекс пирл из решен лице он недаром же он решил потратить свое время в эти выходные будет праздник вообще у все прогрессивное еврейское человечество имеет столько праздников что мама не горю то есть а особенно в сентябре там праздник за праздником вот там начинается это дело осень но сейчас тоже праздники он называется пурим этот праздник будет отмечаться всем прогрессивным человечеством как я уже сказал и будет он отмечаться когда он будет отмечаться он будет отмечаться в эти выходные я уже сказал два дня он отмечается и и что это за праздник такой и что надо делать и что не надо делать я понимаю что не все слушатели моего канала евреи такие как алекс пирл из решен лициона но я считаю что это надо знать и я хочу об этом вам рассказать это описано в книге сфирь ветхого завета дело было давно началась история в четвертом веке до нашей эры четвертом веке до нашей эры тогда еще евреи были подданными огромной персидской империи вот и там был король в этой империи был король он назывался ксеркс 1 или хаварош или как-то так в общем трудно трудно произносимо имя и он решил закатить пир чем тогда народ гулял не тоже сегодня я понимаю что сегодня ваших странах в некоторых странах новый год гуляют 10 дней и мы и мы тут удивляемся в штатах они 10 дней на работу не ходят и пьют как это детский лепят на лужайке по сравнению с тем что было тогда персии этот король закатил накрыл поляну не только он нагуляли 180 дней 180 дней пили-ели пили-ели что еще делали не знаю но в общем гуляли не слабо и тут они на в частности вот этот столица у них была шушан город и этот король говорит жене видно уже подпил горит жене которую звали ваште перед ваште иди-ка покажись всем моим дружбанам какая-то у меня есть ну не каши гаремболу варсти видать была любимой женой а вася вася говорит не пойду обнаглела король недолго думая я не знаю может быть это было по действиям алкоголя может быть не ну хорошо не хочешь выйти мы тебя казним что и сделали без лишних слов казнили эту ваште ну а нужна же другая нужна замена и тут что вступают скрипки там была эсфирь сирота хорошая девочка еврейская воспитывал ее двоюродный брат с прекрасным именем мардыхай вырос ее вырастил ее и она такая симпатюля была вы не понимаете какая она была симпатична симпатная дивуля и она типа выиграла конкурс красоты ну или как-то ее заметили может по-другому я не знаю были тогда трамп который устраивал конкурсы красоты в общем ее взял в жены персидский король но она же не сказала что она еврейка она это скрыла иначе бы она в гарем никогда не попал этого корабля короля короче она попадает в гарем а тут вторая линия сюжетная премьер-министром стал никто по имени оман оман этот премьер-министр ненавидел евреи лютой ненависть как говорится вот с ним что-то нового ничего нового нет но он премьер-министр то есть он стал он имел силу ему и власть и он решил уничтожить евреев там в этом персидском королевстве но вы сами понимаете если кто-то хочет уничтожить евреев ему не сдобровать в этой стране будет плохо если евреи уходят из страны в этой стране сам тангет живом что-то не то и и вот он решил уничтожить евреев об этом узнает двоюродный брат мардыхай и мардыхай говорит эсфирь эсфирь надо что-то делать этот аман гад прошивый может нас тут всех уничтожить и она берет и рассказывает королю что она еврейка такой мужественный поступок она сделал мол я еврейка а этот козел душной аман хочет уничтожить моих братьев сестер по крови и это сработало вы понимаете сработало и короче говоря она рисковала жизнью но король видать ее сильно любил и взял и повесил этого амана повесил этого мама и таким образом мы считаем что она спасла нас народу если мне эсфирь тогда может быть я бы сейчас не вел эти видео и вы бы не enjoy или так что мы ей конечно было бы благодарны все и не только ей принято на этот праздник ну во первых это карнавалы всякие люди и дети особенно одевается во всякие костюмы ну типа у христиан это халавим а у нас это не халавима это порим и есть еще такая традиция давать деньги бедным людям то есть это называется дать пол шекеля ну конечно сейчас это не пол шекеля и если меня смотрят какие-то люди у которых пятая графа была сами знаете какая для вас это шанс кому-то помочь как это сделать вы скажете я не хожу в синагогу как это сделать это не эксклюз это не отговорка вы можете зайти на сайт вашей синагоги на веб-сайт и найти там кнопочку донейт а в некоторых синагогах будет прямо написано донейт пол шекеля и возьмите отправьте там 50 долларов 100 долларов сколько можете а синагога уже найдет этих людей которые бедные и поможет им вот это такая такая история и печеньки и печеньки не могу открыть коробочку или могу обычно пекутся печеньки вот такой форме треугольники и они еще почему-то называются уши амана вот празднование всяческие веселые шумные и специально издаются такие громкие шумы для того чтобы если кто-то вдруг произнесет слово аман имя аман чтобы оно было забито заглушено что никто даже его не знал не слышал и не помню вот такая история вот такая история происходит сейчас нашим маленьком но очень гордом народе ничего особенного другого делать не надо пейте гуляйте в субботу воскресенье enjoy the life и сумму делаем и без всяких хлопот и без всяких праздников и так и каждый день и каждый будний день так вы же enjoy the сейчас этот подкаст и я enjoy ваше присутствие так что мы празднуем every day так почитаем ваши комментарии олена франц пишет всем привет из франции надеемся что macron поможет нашей родине но очень горько читать про коррупцию в украине да поэтому вы находитесь во франции правильно это решение было правильно так дмитрий пишет надеюсь что яков расскажет что напорим читает о году в которой рассказано про геноцид вавилонян убили около 20 тысяч но не ограбили так что избежав гибели сами устроили тут же ответный геноцид трудно мне трудно мне решить что что я должен делать этим комментариям что я должен делать этим комментариям это как это значит что евреев надо бить они бить не могут обратно за да это такое же удивление как например сейчас творит происходит в белгородской области они такие ходят по улицам те кто еще не у нее не смылись говорят она за что а за что на а кстати как посчитать давайте посчитаем сейчас очень многие жалеют бедных несчастных палестинцев из сектора газа которых какое-то количество уже убито большинство людей которые их жалеют почему-то не помнят или не хотят вспоминать что было 7 октября как убивали резали сжигали людей гражданских женщин младенцев это было это была такая резня но сейчас им жалко и у них возникает вопрос ну это же не соизмеримый ответ должно же все как-то быть по-честному ну ну как по-честному должно быть по мнению этих родителей за палестину как они думают должно быть должно быть как зарезали ребенка палестинцы еврейского 7 октября значит пусть пусть зашлет руководство палестины одного палестинского мальчика или девочки сказать режьте его мы вас одного зарезали лишь с пароля живут беременной женщине в кибуце из еврейской женщине добряки из хамаса и поддерживающие их население пусть тоже возьмут выберут сами выберут это их чайс это их выбор пусть выберут сами беременную женщину арабку выведут на площадь куда они там в ашкелоне можно устроить площади спороть ей живот чтобы все enjoy так вы хотите что такое правильный точный ответ соизмеримый ответ давайте мы почитаем сейчас вот что аль джазира аль джазира это арабское средство массовой информации которые я периодически читаю чтобы понять вот the fact is going on в их головах и так палестинская вооруженная группа это идет речь о переговорах кстати туши вам сейчас показывают уж я сейчас подсветил желтеньким палестинского вооруженная группа сказала что и нашел жилист 1 1 освобождение по израильтян это идет речь об обмене палестинских террористов которые в тюрьмах в израиле на заложников которые палестинские террористы забрали да так вот тут написано что первое освобождение первая группа товарищей из израиля которые находятся в плену будет исключать женщин детей пожилых людей и больных тех которые заложники в обмен на смотрите внимательно насе от 700 до 1000 палестинских заключенных которые находятся в израильских тюрьмах согласно предложению который увидел агентство рейтерс это статья не самая свежая но она за 15 марта то есть всего неделя и еще хамас сказал что 50 палестинских заключенных которые в тюрьмах из израиля находится а 30 из них сидят пожизненное заключение они будут должны быть обменены на одну женскую резервистку солдатку которая находится в плену в газе теперь возникает вопрос это я все виду это я все плиту паутину которая которая началась моего рассказа о том что что такое соизмеримый ответ евреи давайте внимательно смотрим опять на эти цифры они собирались вообще вот эти больных женщин детей они собирались выпустить 40 человек хамасовцы террорист и они просят как мы здесь видим взамен от 700 до 1000 возьмем 1000 просто легче считать то есть за 40 израильтян они хотят взять обратно тысячу палестинцев are you with me мы еще пока не потеряли не за 40 израильтян это они предлагают мы хотим взять тысячу палестинцев из тюрем террористы и убийцы которые совершали теракции получили пожизненное не только но тысячу это какое соотношение получается за одного израильского заложника они просят 25 раз больше правильно 40 это 1 25 от 1000 25 раз больше теперь допустим убита 1200 человек не допустим например 1200 человек зарезали в израильских кибуцах и поселениях недалеко от сектора газа 7 октября зарезали уничтожили сожгли изнасиловали убили бандюги хамасовский 1200 человек если использовать ту же формулу а ведь палестинцы сказали сами что мы считаем что один израильтянин стоит 25 палестинцев договоре об умении только что вам это показал за 40 израильтян они хотят тысячу палестин 1 20 вы поняли к чему я клоню или еще нет 1200 убитых израильтян чтобы было равна равнозначной от стрелл хамасовцев и иже с ними надо использовать коэффициент 25 то есть за 1200 человек берем 1200 умножаем на 25 где-то наверное будете на этом 28000 28000 если убьют хамасовцев и их поддерживающих людей вот тогда это будет равносильный ответ anything wrong with my math что-то математика у меня не так с арифметик между прочим у меня прикладная математика образования и вот я ее приложил это я еще не трогал цифру 50 которая говорит о том что за они хотят они хотят за одну солдатку израильскую которая сейчас находится в плену они хотят 50 израильтян виднее израильтян террористов которые сидят в израильских тюрьмах это я не умножал на 50 i want easy потихонечку с вами а 28 тысяч еще и не близко убита то что рассказывает якобы министерство здравоохранения палестины что у них уже убито 30 тысяч человек сразу разделите на 10 ну может на 5 они врут и глазом не моргну то есть там убитые конечно есть там конечно трагедия конечно же так как и во вчерашнем на вчерашней голосовалки кстати во вчерашней голосовалки я спрашивал кто кого винить том что 9000 детей из белгорода увозят эвакуировать 90 процентов больше чем 200 ну больше чем 200 человек проголосовало точно и большинство считаю что винить надо путина и вот когда палестинский народ в газе точно также будет считать что винить надо хамас они израиль в том что у них сейчас происходит вот тогда может что-то сдвинется с места и тогда мы будем уже по другому счету вот такая моя математика если вы считаете что я что-то приукрасил преувеличил что-то не так дайте знать с удовольствием с удовольствием вас зачитаю макс ей пишет якова как писали 5 графе еврей и иудеи зачем вообще нужно было эта графа по задумке задумка может быть была и неплохая что плохого чтобы национальность писать если человека писали русский или украинец той же украине писали хотя все были гражданами украины не все были гражданами советского союза здесь национально считается это гражданство если вы было бы скажем если в документе каком-то был бы была вы графа вероисповедания вот тогда писали бы иудеи христианин и так далее но тоже не русский украине с южноафриканец британец нет вместо рождения написали бы но у нас паспорте в американском не пишут но там писали чтобы сознательно знать кто еврей ну то есть не для этого писали но этим пользовались как вы объясните там было написано просто еврей зачем это надо было я вам больше скажу идет урок в школе советской школе каждой советской школе был классный руководитель у каждого красного руководителя был журнал список людей детей которые учатся в этом классе против каждого человека на каждого человека когда идет перекличка и тогда была написана национальность вот зачем учительница нужно знать что вася сидоров не еврей а вася сидорович до еврей вы понимаете какая страна была вывернутая наизнанку уродливая ублюдочная страна советский союз а вообще помню свою национальность в этом ничего плохого нет другое дело что с ней что делали в украине в частности в украине большего антисемитизм тогда так станислав пишет всем привет дальше привит пришел александр казимиру так дмитрий пишет помним мы про 7 октября помню можно будет потом печи кушать печеньки уши хамасовца сначала надо живые уши заделать так евгений пишет яков я удивляюсь тем кто кричит про геносит палестинцев то есть те тысячи ракет которые допустили на израиль чтобы сбить что с были сбиты щитом не считаются сколько десятков тысяч умерло бы это эти уроды вообще ничего не с не считают и а еще больше урода это те кто их поддерживает кто участвует про палестинских актов почему палестинский народ даже те которые находятся не в газе а находится на западном берегу иордана там другое правительство там вот этот фатха вские люди правят балла махмуд аббас вот эти почему они не осудят хамас за то что они сделали почему они не объявят что хамас это есть проблема они их тоже ненавидят хамасовцы эти арабы которые на западном берегу но не это не говоря евгений пишет на прошлой неделе смотрел интервью cnn с королем с королевой иордана там про гуманитарную катастрофу и про геноцид но ни разу это не упомянула про то что произошло в октябре даже интерьер не упомянула да да то есть надо просто начать с другого контекста если если не начинать 7 октября как я всегда делал когда картина полностью меняется дмитрий пишет после пяти лет и четырех месяцев заключения гелат шалит было собрали на передан соотечественника в рамках сделки обмена на 1027 палестинских заключенных более 400 из них террористы да я знаю эту цифру 1 к 1000 но я не хочу использовать эту цифру потому как некоторые про палестинские слушатели которые наверняка у меня есть вообще упадут в обморок поэтому 1 1 к 25 тоже достаточно чтобы примерно успокоиться и перестать говорить что израильтяне отвечает слишком сильно евгений пишет королева иордании ни разу не сказала что иордан пошлет какую-то гуманитарку или что они готовы принять стражащих у себя ни разу зато эффект от этого интервью скорее всего достигнут блоки силе и и бред королева иордании и в жизни не хочет принимать никаких палестинцев у них у них уже это было и они там такого натворили в этой иордании собственно иордании это фактически есть палестина то есть но более законно так джуз 777 пишет аллена франц верховская рубцы и не все так печально в украине у меня очень близкий роды сверхах работает говорит что коррупция точно меньше чем было раньше его словам можно верить но я вас поздравляю то есть были коррумпированы сто процентов депутата верховная рада теперь 99 это неплохо дентабал пишет один для детей смешанных браков какую нациальность писать какую хотели такую и писали могли по выбору обычно писали советском союзе по отцу то есть если отец еврей писали по отцу но по-моему там было какое-то там был была возможность у человека во время получения паспорта то есть ребенок в школе и обычно его считали по отцу но когда наступало 16 лет и советский гражданин получал паспорт вот тогда ребенок мог выбрать какую национальность он хочет чтобы записали паспорт при условии что у него свидетельство рождения есть эта национальность хотя бы у одного из родителей и конечно какое-то количество людей и опасаясь преследований термит проблем в карьере и так далее я имею до евреев писались русскими писались русскими потом у них были некоторые проблемы когда они захотели все таки уехать в израиль и начинали откапывать свои еврейские корни сейчас тоже смотрите что происходит из россии уехали сколько людей вдруг они вспомнили оказывается у меня бабушка была еврей или дедушка были в реке потом все со всех сторон были не еврей но теперь этого достаточно и честь и хвала израилю что они говорят если хотя бы бабушка или дедушка были евреем ты имеешь право на возвращение в израиль и благодаря этому многие люди которые не согласны с войной агрессивной который ведет путин и его страна они уехали из страны и получили израильское гражданство пользуясь этим ну так например вот я иду воскресенье я иду на концерт семена слепакова кто знал что он или я думал об этом меня волновало это вообще меня это не парило но видите когда стало трудно он включил их своего еврея и он теперь живет израиль то есть оказывается евреем иногда быть полезным юджин пишет благодаря документам с этим пятым пунктом люди сейчас могут подтвердить свои еврейские корни и мигрировать в израиль да я это уже толще объяснил иван грозный пишет тогда еще предложи геометрическую прогрессию бьют заложников и солдат израиля геометрическую предлагать не буду дмитрий пишет яков при срочно работа в ша стандартный опросник на тему а ты белый не белый это какой раз и какого пола они хипа никлы стена или ты этого мне 5 графа белый не белый всегда там написано любая анкета можно не отвечать ты можешь не отвечать при дополнении пол сейчас уже вообще уже больше двух во многих анкетах пола раз он тоже можешь не отвечать они очень боятся и очень аккуратно так влад пишет почему вы осуждаете израиль за то что он аж затянул конфликт израиль затянул конфликт израиль вы их уничтожил с удовольствием за один день не могут слабаки то есть они делают все что могут но не мог то они сказали что большинство туннелей уничтожено в секторе газа теперь говорят нет оказывается что еще может быть процентов 60 70 не уничтожен и вдруг оказалось что каким-то макаром палестинские вот эти гады хамасовцы уже их сместили на самую они вдруг опять оказывается на севере там где тут госпиталь печально известный альшифа находится там вынвернули как они туда попали и опять идет зачистка и тогда и это все при всем при том что израиль что мало известно наверняка в российской прессе и русскоязычной прессе израиль ведет борьбу очень профессионально и с минимальными потерями существуют я не знаю если у вас есть какие-то военные эксперты существуют показатели есть для конкретно для для войны городской не вообще для войны для городской войны это то что сейчас происходит там газе городских постройках в этих улочках очень тяжело вести вести войну чтобы не страдали мирные жители так вот по разным показателям некоторые считают 15 это нормально никто считает 18 то есть в городских застройках нормально если пятеро гражданских будут убиты на каждого военного это не нормально убивать гражданских конечно но вы понимаете что я говорю нормативы существует некий так вот по этим нормативам по этим нормативам один пяти как бы окей израильтяне показывают один к полтора максимум два то есть на одного хамасовца гибнет полтора не хамасовцы то есть они воюют почти идеально но конечно конечно раздувается прессой организации объединенных наций левыми либеральными средствами массовой информации что эти али гады а бедные бедные палестинцы страдают конечно страдают ну так скажите своим хамасовцам сдайтесь или уйдите из страны это все что требует израиль чтобы хамаса не было в газе больше хамас в газе не будет править все они не они не хотят обсуждалась за идея заполнить тоннель морской водой что-то не сработало у них не сработало и они отказались этого они заливают бетоном так идем дальше последние 20 минут моего прекрасного дружественным теплого лампового выпуска хочу поговорить вот на какую тему на тему серьезных изменений который будет происходить начиная с июля месяца в сфере покупки продажи домов в соединенных штатах америки для начала надо мне как-то вам объяснить тем кто не живет в америке и не очень в курсе каким образом покупается продаются дома а более конкретно мы будем говорить о изменениях комиссионных как считается и как будут платиться комиссионные агентом по недвижимости риэлтором как вы их называете еду до одним словом вот вы посмотрим на дать я вам покажу одну картиночку вот такую например что мы видим на этой картиночке мы видим слева человека который что-то объясняет женщине ну а мальчик там играется с машинками или на телефоне что вы думаете этот дядя слева объясняет он показывает квартиру он агент он агент байера байер это покупатель есть seller это продавец есть байер так вот он агент покупателя он привел смотреть квартиру некую сейчас они находятся на кухне кухне без окна это минус конечно ну ладно не мне покупать же эту квартиру то есть это это агент покупателя нашел квартиру которая устраивает удовлетворяет критериям который ему заказал покупатель и назначил время когда посмотреть квартиру обычно на квартире в это время на квартире во время продажи покупки висит специальный кодовый замок они приходят туда агент набирает код квартире никого нет они пришли посмотреть то есть это работа агента со стороны покупателя buyers agent существует еще агент со стороны продавца то есть когда кто-то хочет продать квартиру или дом он или она должны нанять ну не не должны есть два варианта один вариант он будет продавать сам бай оунар то есть продажа делается самим хозяином квартиры или через агентство если через агентство вот это именно та тема которая нас касается сегодня он должен нанять агента агент продавца теперь сэллэс и еще эта квартира должна быть лист как у нас говорят она должна быть объявлена в специальном списке существуют специальные базы данных млс так называемая где все продаваемые квартиры там объявляются кроме этой млс базы там существует теперь же сегодня интернет везде огромная база данных и продавец хочет когда он берет этого агента эти такой агент называется не только агент продавца он еще чаще называется за листинг эйджет листинг он поставил на листинг список объявил квартира продает и и и в этом случае в этом случае продавец должен включить в цену или понимать что ему придется оплатить комиссионные и сэллэс эйджент и байерс эйджент ну как я уже сказал есть этот млс есть много сайтов на которые продавец квартиры тоже хочет чтобы было опубликовано то есть тот же сэллэс эйджент агент продавца там допустим есть зилу там есть такой сайт зилу туда он возьмет и тоже поместит и там еще на 15 сайтов поместит тот факт что квартира сидора петровича продается теперь как каковы функции чем в чем польза этих агентов ну листинг эйджент продавца он может подсказать какие-то дела как приготовить квартиру косметический ремонт или может наконец надо убрать или там пыль вытереть и чтобы не валялись старые кроссовки по всему дому и носки рваные чтобы не собирались чтобы почистить может быть кухню наконец-то помыть уже все эти полочки шкафчики плиту уже чтобы она такая жирная ужасно может быть выбросить этот старый рваный диван который сам стоит уже 50 лет но такие советы он да и после этого происходит следующее агенты покупателя при начинают показывать квартиру вот эту продавцам вернее желающим купить то есть я допустим хочу купить я нанимаю агента который меня представляет и он не говорит вот там есть квартира по такому адресу давайте от везут туда посмотрим он договаривается с листинге этим горит что вот мы хотим посмотреть квартиру если вы не возражаете там 5 вечера можно может хорошо теперь как как какие комиссионные платятся сегодня его тут мы подходим к этому моменту который серьезно все меняет с июля месяц а началось все с того что ассоциация риэлторов американская есть такая организация огромная куда входят все вот эти риэлторы их судили их судили и сказали им что вы гады паршивая и людей что вы обобрали людей и слишком большие комиссионные с них брали за продажи покупки и присудили им выплатить 412 миллионов долларов этой ассоциации всех риэлторов ну присудили и присудили нам-то какое дело но они стали думать надо что-то изменить в нас дальше потом опять не судили и они решили внести изменения в то как комиссионные будут назначаться агентом покупателей как они назначаются сейчас и что изменяется что было что стало давайте возьмем было стало типично обычно общее комиссионное которое продавец платит за продажу своего дома или квартиры колеблются от пяти до шести процентов чаще шесть но там где я жил было 6 я проходил через этот процесс не раз 6 процентов эти шесть процентов обычно так как было сегодня делится между агентом продавца и агентом покупателя то есть типично этот получает три процента этот получает три процента откуда получать кто платит эти комиссии обычно это платит продавец давайте возьмем конкретный пример допустим 20 лет назад вы купили дом купили его за 400 тысяч долларов дом вы купили удачно он хорошем районе был рос 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 она росла и сегодня вы хотели его продать по какой-то причине и сегодня вы прикидываете что его можно продать за миллион долларов кстати вы прикидываете это тоже может быть работа агента со стороны баннер байерма может подсказать насколько продать хотя вы и сами можете тоже прикинуть то есть допустим вы считаете что вы хотите его продать за миллион долларов с миллиона долларов надо заплатить комиссионные то есть вы как продавец должны отдать комиссионные кому агенту со стороны вас и агенту со стороны покупателя что такое 6 процентов от миллиона долларов это 60 тысяч долларов это не хилая сумма разделить пополам этому агенту тому агенту это по 30 тысяч каждому. Но там надо еще, если честно, разделить пополам снова, потому что обычный агент работает не от себя только, а работает через агентство. И это агентство себе забирает 50%. То есть, еще раз, продался дом за миллион долларов. Сколько получил продавец этого дом? Миллион минус 6% для агентов, то есть 940 тысяч получил продавец. Сколько получила Мария Ивановна, агентша со стороны покупателя? 30 тысяч покупает buyers agent, получает. Но Мария Ивановна работает в каком-то агентстве, которое заберет с нее половину. То есть, Мария Ивановна заберет себе в карман 15 тысяч. Агентство тоже ее получит 15 тысяч. Такие же цифры со стороны продавца. 15 тысяч получает Сидор Петрович, listing agent, и 15 тысяч получает агентство, через которое он работает. Вот такая математика. Теперь, когда космические корабли бороздят, и когда каждый из вас может зайти в интернет и посмотреть, какие дома продаются, почем эти дома продаются, если вы хотите купить, тогда возникает вопрос. В чем вообще такая большая ценность нанимать агентов, которые будут меня представлять? Я и сам вижу, что продается. Я и сам могу назначить время, когда я буду смотреть дом. Я сам приеду без агентов. Я сам приму решение, у меня хорошая квартира или нет. Я сам приму решение, покупать ее или нет. Я сам буду торговаться. И тогда мне, получается, агент Buyer's Agent не нужен вообще. И тогда я могу прийти и сказать, что я сам буду... Вы можете связаться с этим агентом продавца и сказать ему так, мол, и так, я буду идти сам на эту сделку без агента. То есть, вы сэкономите деньги на комиссионных. То есть, сэллер теперь не должен же платить агенту покупателя, потому что его нет. Казалось бы, он может согласиться, что снять на 3% стоимость... Он хочет, чтобы сняли на 3% стоимость цены на дом. Так как вы же сэкономили на агенте Buyer, так понизьте цену. Ну, понизят или нет, неизвестно. Ну, как-то они пытались договаривать. Но сегодня, вот то, что приняла вот это, на что согласилась эта ассоциация риэлторов, и это должно вступить в силу с середины июля этого года. Они сказали, что продавец сам может назначать, какие комиссионные давать агенту покупателя. То есть, уже не просто 3% вынь да положь. 3% этому, 3% этому, из-за чего покупатель всего-то получил 940 тысяч долларов, как мы посчитаем. А он хочет увеличить сумму, которую он положит в карман. Продавец. И он сможет теперь сказать, например, вот я продаю дом за миллион, listing agent получит 3%, а агент со стороны покупателя получит фиксированную сумму. Например, 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов. Тогда получается, что агент продавца получит 30 тысяч, агент покупателя получит 7 тысяч, всего 37. От миллиона отнимаем 37, получаем 963 тысяч. И положит в карман продавец квартиры. 963 тысячи лучше, чем 940 тысяч. С другой стороны, мотивация у агента покупателя резко падает. Если раньше он, как говорится, волка ноги кормят, если раньше он бы носился везде, тратил бы море своего времени, выискивал бы те сделки, те квартиры, которые его клиенту нужны, он скажет себе, что я должен надрываться за 7 тысяч долларов. За 30 тысяч я бы надрывался. Ну а с этих 7 еще надо отдать половину агентства. Он будет спустя рукава организовывать вам просмотры квартир. И работать не так. И куда это все придет, не очень понятно. Тут надо еще заметить, что в принципе, по моему мнению, такая тема, как агент покупателя, вообще какая-то левая тема. Я не верю в то, что агент покупателя реально очень заинтересован в том, чтобы представлять интересы покупателя. Почему? Потому что по приоритету у агента покупателя всегда, конечно, быстрее завершить сделку. То есть покупатель говорит, давайте поторгуемся, давайте дадим меньше. А агент может думать, если я начну торговаться меньше, тот не захочет идти со мной, квартира уйдет, квартира уйдет кому-то другому, я не получу комиссию. То есть тема такая, что агент покупателя представляет интересы покупателя, такая довольно-таки скользкая. Я могу провести аналогию с тем, когда программисты, допустим, независимый программист идет через агентство куда-то работать. И, казалось бы, агентство, и он говорит, я хочу такую-то часовую ставку. Агентство говорит, хорошо, мы будем для вас такую ставку делать. Будет ли оно действительно это агентство так хорошо представлять этого человека, программиста, перед клиентом, перед большой компанией, куда она его устраивает? И да, и нет. Они тоже хотят быстрее закрыть сделку. То есть такое понятие как агент покупателя довольно-таки скользкое и спорное, я бы даже сказал. Есть ли вообще какая-то польза от агента покупателя? Да, есть и бывает. Вот я вам приведу конкретный пример, с которым мы столкнулись, когда там покупали квартиру, скажем, в Нью-Йорке. Мы смотрели разные квартиры. Это, кстати, отдельная тема. Я вам сначала другой пример расскажу, а потом этот основной. Другой пример вот какой. Сейчас же все делают фотографии квартиры. Продавец делает море фотографий, приводят обычно профессионального фотографа. Те фотографируют квартиру, вот туалет, вот то, вот все, вот кухня, вот living room, dining room, bedroom и так далее. Мы посмотрели на одну квартиру. Нам агенция наша со стороны, с нашей стороны покупателя присылала там регулярно какие-то квартиры, которые надо было посмотреть. Потом мы договаривались, допустим, в выходные дни мы встречаемся и смотрим там четыре квартиры или пять квартир. И вот мы вот это вот, она написала эти фоточки, которые она взяла у себя в базе данных. Мы пошли в эту квартиру, посмотрели ее, решили ее не покупать. Когда мы вышли, я говорю жене, сегодня приедем домой и выпьем за фотографом. Как можно было из этой уродливой старой паршивой квартиры сделать такие фоточки? Ну это действительно фотки этой квартиры? Там свет, тут свет, тут урано, там чисто, там красиво. Мы бы вообще и близко не пошли бы туда, если бы не этот фотограф. Короче, мы выпили за фотограф. Да, так напоследок, в чем была польза нашего агента, который присылал нас? Она нам в одном месте, мы приходим в квартиру смотреть, район хороший, все, квартира хорошая, вид от окна хороший. А она нам говорит, эту квартиру брать не надо. Мы говорим, почему? А она говорит, потому что тут недалеко, вот там через десять кварталов отсюда, начинается строительство на речке, на East River. Начинается строительство какого-то, какой-то конторы, которая будет перерабатывать мусор городской. Или перерабатывать, или там грузить на баржи, что-то такое. Мы, конечно, ей сказали спасибо, но мы бы сами этого не знали. Представляете себе, что вы сами ищите квартиру, откуда вы можете знать, что через десять кварталов оттуда будет строиться что-то связанное с мусором? И там будет запах и так далее. Мы не могли бы это сами знать, ни в коем случае. Вот я вам привожу пример. У нас очень хорошая была профессионально опытная агентша, которая нам реально помогла. Вот ее была ценность, этой агент. Ну, то есть, реальные агенты могут вам помочь в торговле. Вы, может быть, совершенно не умеете торговаться. Она вам может помочь, она вам может подсказать, что он не снизит цену за квартиру, но вы можете, допустим, вот смотрите, какой красивый диван у него. Пусть он диван тоже отдаст вместе с квартирой. Ну и так далее. То есть, ценность есть некая у агентов, но как будет сейчас, непонятно. Мы будем следить. Как только я что-то новое и интересное узнаю, скорее всего, это уже будет осенью, когда пойдут первые продажи, первые жалобы. Но в целом, по логике, это должно быть выгоднее, наверное. Я не знаю, кому это будет выгоднее. Может быть, будет выгоднее покупателям. Но продавцу будет точно выгоднее, если это сработает. Вот такая тема. Я надеюсь, вам было интересно прослушать эту историю. Макс пишет мне, а нельзя без риэлтора вообще? Допустим, я строитель, неплохо разбираю дома, а затем не риэлтор. Ну, я вам уже объяснил. Вы бы знали, например, что строится в десяти кварталах мусорное что-то. Хуао Алоэзде Оливьера пишет hello from Brazil brother. Привет бразильскому брату. Привет. А как израильтяне вычисляют этот норматив один к полтора в разваленных домах? Я не знаю. Я не знаю. Изучайте военное дело, там вам все это будет рассказывано. Юджин пишет, почему из Газа люди не уезжают? Там что, медом намазано? Не намазано, а их не выпускают. На юге есть граница с Египтом. Казалось бы, Египет, братья-арабы. Ну, примите их. Выпустите их. Они готовы строить глаточные городки. Там Синальский полуостров. Выпустите их. Дайте им место. Они не хотят их видеть. Их арабы не хотят видеть. That's the problem. Так. Ну, окей, люди. Я надеюсь, мы с вами неплохо провели время. Извините, что нашумел. А шуметь надо. Чтобы никто вдруг не произнес имя Омана. Мы будем шуметь, кричать, гагатать. Но я вам желаю мира. Всего хорошего. Всего наилучшего. Окончание войн как можно быстрее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok